Я скажу так, Марк, что есть вещи, которые нужно ждать, конечно, официального подтверждения, но учитывая, что у нас уже много источников, то, что называется авторитетных, я думаю, что вопрос времени, когда выйдет украинский пресс-релиз от Министерства обороны, потом мы дождемся вечернего обращения Зеленского, и, скорее всего, он там скажет нам, что в Украине сменили главнокомандующего. Все пишут о том, что Валерия Залужного, генерала вооруженных сил Украины отправили в отставку, и мы сейчас предлагали должность посла в одной из стран. Вот, в общем, он отказался, и, скорее всего, сейчас говорят о том, что Кирилл Буданов будет главнокомандующим, хотя там и есть свои нюансы, значит, а может и нет, с Министерством обороны у него были нюансы. Одним словом, я очень хорошо помню такую фразу, как «не сотвори себе кумира». Украинская армия – это миллион патриотов, неравнодушных людей, которые добровольцами или в связи с мобилизацией там оказались. Конечно же, украинское сопротивление, оно не носит исключительно фамилию Залужного, но есть люди-символы, есть исторические имена, люди, личности. Ну, в конце концов, там все же говорят, что и Зеленский – это символ сопротивления. Как вы считаете, от смены что-то происходит, можно ли рассчитывать на смену качества, не знаю, тактик, взглядов, чего угодно, чтобы, с одной стороны, мы сильно не расстраивались, с другой стороны, понимали, что война как была, так и остается, и наше сопротивление никуда не девается? Ну, конечно, нужно подождать официальных заявлений. Разумеется, в такой ситуации оперировать слухами – вещь неблагодарная. Но мы же понимаем, что вопрос этот обсуждался и не первый день, и, в общем, перспектива такая всегда была. Мне все же и даже теперь не кажется, что это разумно сейчас это делать. В силу очень много причин, но больше причин политических. Я сейчас не касаюсь причин сугубо военных, руководства, потому что, а может быть, действительно, это, ну, некое давно обсуждавшееся решение, которое отчасти с Западом согласовано, это может быть расхождение в тактике стратегии, которая может быть между военными командами и гражданским руководством. Верховный главнокомандующий Зеленский. Воен Александрович Зеленский берет на себя известную долю ответственности за это решение, ну, давайте так говорить, он же и несет ответственность за это решение, правильно? То есть, если перемена кадровая приведет к интенсификации боевых действий, успеху, в конечном итоге, вооруженного всего Украины, ну, значит, так надо было. Заслуг это не умаляет Валерия Залужного, разумеется, человек выдающийся, обладающий невероятными талантами. Бывают обстоятельства, при которых, понимаете как, реализоваться эти таланты могут при сумме факторов взаимопонимания с гражданским руководством, с западными партнерами, там, не знаю, с армией, там, с гражданским обществом. Последней каплей, может быть, стал вопрос о мобилизации. Я, опять же, это я высказываю свою стороннюю точку зрения, потому что люди часто за язык хватают. Вот этот вопрос о 500 тысячах необходимых для мобилизации, продолжения, собственно, боевых действий, на которых настаивал, как я понимаю, агент штаб, если я все правильно понимаю. Опять же, тут очень много подводок ко мне, можно там интерпретировать, трактовать мои слова как-то неверно. Я не хотел бы этого делать и влезать, собственно, в политические вопросы внутри украинские. Я не хочу, потому что, ну, мало ли каким руководством соображений, потому что сейчас начнется шквал обвинений внутри украинского общественного мнения, что он устраняет конкурента Зеленский и так далее. А рассуждать об этом, ну, в общем, вы понимаете, пусть украинцы, это их дело. Вот такие вопросы обсуждать. Нас ведь интересует только вопрос войны, России и, собственно говоря, защиты территории Украины, ее суверенитета. А вот все, что касается внутри украинских взаимоотношений, власти, общества, разных сил, сторонних же от тех и других, ну, я не возьмусь об этом судить, потому что, ну, с какой стати, во-первых. То есть я ограничиваюсь исключительно только оценкой применительно к вот этим основным вопросам, которые меня, прежде всего, волнуют, как эксперта. Ну, я выступаю в данном случае и как эксперт, и как общественно значимое лицо, как представитель российской оппозиции, которая выступает против власти в Кремле, против Путина, Кремля, их решение о войне агрессивной в отношении Украины. А это ограничивает меня в оценках. Подчеркиваю, что, возможно, есть что-то, чего мы не знаем, чем руководствуется Зеленский, как верховный главнокомандующий, чем руководствуется Министерство обороны, чем руководствуется окружение из Офиса Президента. И, может быть, это что-то, что действительно их заставляет такое решение принять. Может быть. Отразится ли это на ходе боевых действий? Ну, дело в том, что, мне кажется, существенно нет. Я объясню, почему. Потому что сейчас ситуация некого эквилибриума, о чем мы много раз говорили, военного равновесия. И роль командующей, безусловно, важна. Она решающая. Но, понимаете, если бы речь шла о наступлении и вовлечении, так сказать, военного руководства в ход боевых действий, не до вас, да, отвалитесь своими кадровыми решениями, то это один момент. Но здесь, скажем так, уже пауза, достаточно длительное время. И это, может быть, воспринимается как спокойное время для того, чтобы изменить руководство в генштабе, там, в других, может быть, ниже спускающихся, там, в родах войск, еще где-то. То есть это исключительная прерогатива Верховного главнокомандующего. Но еще раз повторяю, сейчас время может быть чуть более благоприятным. Может, его и ждали, потому что до новых каких-то активных фазов боевых действий, до весны, время есть, и можно там как-то переформатировать руководство, наметить новые планы, определиться и так далее. Еще раз хочу подчеркнуть, это зона ответственности Верховного главнокомандующего, удачно, неудачно, верно-неверно он принимает решение, а можно будет оценить только потом. Но сейчас вот невозможно сказать, нет, это неправильное решение, однозначно неправильно. По-моему, Валерий Залужный имеет в своем окружении генералов, очень талантливых, которые могут руководить. В какой степени они соответствуют высокому уровню его руководства, я не знаю. Для этого могут оценить вот этот уже действительно военный эксперт. Но с политической точки зрения, в чем я достаточно искушенный человек, я полагаю, что сейчас в этой ситуации, ну, может быть, баланс между минусами и плюсами не чуть в сторону больше плюсов. То есть он скорее минусовой баланс, потому что я не думаю, что армия взбунтуется, или что-то будут какие-то настроения, требования, нет. Ну, армия есть армия, она под присягой, она на фронте, люди в окопах. А потом мы не знаем нового качества заложников. Если действительно случится отставка, ну, послом что-то я очень сильно сомневаюсь, где заложено, где посольство, ну, как-то это странно. Ну, я не знаю, может быть, это нормально, но мне кажется, он останется в какой-то сфере руководства. Какой, в каком качестве, не берусь судить. Но еще раз повторяю, я не жду каких-то отрицательных перемен немедленно в связи с отставкой заложного, если такая окончательно будет подтверждена. Так, я оговорюсь еще раз. У нас нету от Генштаба, у нас нету от Министерства обороны официального подтверждения. Есть история с тем, что Валерию Заложному предложили уйти в отставку, предложили должность посла в одной из стран, она не называется, ну, и как будто бы на должность пророчится сейчас главу ГУРа Кейла Буданова. Все это, все точки над И, в конце концов, конечно, расставят только официальные источники, которых мы и ждем, и на которые, конечно, будем ссылаться. Но эта тема, Марк, так или иначе, она ведь заставляет нас посмотреть, а что там за поребриком, а что там у наших врагов. Сейчас я вижу, ну, конечно, они там ликуют для них. Любые изменения у нас, любая точка нестабильности для них – это плюс. Ведь мы говорим, кто такой Валерий Заложный. Вот, да, это человек, который все-таки сопричастен операциям по деоккупации нашей территории. Это возврат Херсона, это харьковское наступление, освобождение наших территорий. То есть там, ну, действительно, есть ему чем гордиться и что войдет в историю. Как Шойгу, так и Герасимов. Вот там, кстати, особенно вокруг Герасимова многое очень шаталось. Его снимали, назначали, переназначали. Ему на смену приходил Суровикин, потом Суровикин куда-то исчез. И, по сути, эти фигуры, пускай и марионеточные, но они все равно остаются на своих должностях. Да, вот их как будто бы ничто не может сместить. Это от того, что они крайне эффективны и им нет замены, или от того, что это ширма, которая, по сути, ни на что не влияет. Они должны выйти, они должны отчитать по бумажке, они должны появиться в четко назначенных местах. И на этом все. Главное, чтобы что? Чтобы не критиковали власть, ну, и держали хорошую мину при плохой игре. Ну, еще раз подчеркну, потому что у нас в чате разрывается и так далее. Мы не утверждаем ничего. Я хочу подчеркнуть, потому что сложно переносить, экстраполировать на нас решения, которые принимает руководство Украины. И не надо, пожалуйста, больной головой на здоровье. Будет официальное подтверждение. Состоится это решение? Окей. Мы будем его комментировать уже как состоявшиеся. Даже если какие-то слухи или предположения, а они давно ходят, они имеют место и имеют значение для обсуждения, то мы об этом поговорим. Потому что, может быть, мы предупредим такое отсутствие. А может быть, наоборот, предвосхитим. То есть, не знаем. Ну вот, слухи ходили о назначении Буданова. Это раз. Я подозреваю и думаю, что, скорее всего, генштаб назначен ему Буданова. Если такое произойдет. При том, что у Буданова, по-моему, очень комплементарное отношение к заложенным. И в известной степени я допускаю, что политика заложного будет продолжена. Безусловно, заложный – это и человек-символ. Он не просто военный, не просто командующий, не просто генерал. Человек, который, ну, действительно, с именем которого связывает успех как таковой. Понимаете? Понятно, что все, что случилось с Украиной, сложно назвать успехом и гибель людей, и вот эта полмиллионная и так далее. Ну, чему тут радоваться? Но мы-то, люди взрослые, мы же понимаем, что могло быть куда-куда хуже. Могло Украину вообще не стать. Оценивать надо с этой точки зрения. А не с точки зрения, а вот, могли бы вообще до Москвы дойти. Нет, так нельзя оценивать. То есть, могло ли случиться, что и Украина бы не стала? Ну, а кто скажет, что это не могло? Все могло. Бог его знает, как могло повернуться. Понимаете? Поэтому, конечно, заслуга заложного, она неотменяема в том, что Украина, ну, в общем и целом, спаслась. Неотменяемо это. То есть, это никто не может отменить и сказать, этого не было, он там хоть незначимую роль сыграл. Нет. Сыграл очень важную роль. Можно ли исходить из того, что на новом этапе понадобятся другие усилия и другая роль такого командующего? Может быть. Может быть. Но хочу подчеркнуть, что, что касается поребрика. Там совершенно другая ведь кадровая политика. Вот важно это понять. Мы сравниваем кадровую политику в тоталитарной системе и пусть даже со всеми издержками, как я много говорю, но все-таки прозападная демократическая система, какая, в общем, установлена в Украине. Со всеми издержками. Я же не отрицаю. Страдает ли демократия во время войны? Ну, конечно, страдает. Печально это? Печально. Ну, а что делать-то? Что, украинцы напали и воюют? Вот. Поэтому, конечно, там эти кадровые решения, в них не вовлечено общественное мнение вообще. Никак. Вспомните, когда говорили, что надо Шойгу-Жулика и Герасимова снять. И там Миши Ичины, и Солдатня. Все требовали этого. Что, услышали их? Пригорн вообще мятеж поднял, чтобы сходить на Москву и, значит, Шойгу дай снаряды. Был такое? Был такое. Что-нибудь изменилось? Почему не меняют там? А потому, что там система отношений совершенно по-другому выстроена. Герасимов в какой-то момент вообще не влиял на ход боевых действий. К нему были претензии. Почему он за три дня не взял Киев? Им долго, помните, начали назначать командующих СВО. А изначально этим оперативные структуры самого генштаба заведовали, собственно, началом войны, начиная с 24 февраля 2022 года. Потом это изменилось. Там пошли назначаться всякие. Помните, Мизинцев был, Шпак некий был. Вообще, кого только не было. Дошли до Суровикина. А сейчас командующим руководителем СВО является сам руководитель генштаб, генерал армии Валерий Герасимов. Понимаете? Поэтому нельзя сравнить, потому что здесь это политическое событие, важное, если будет отставлен залужный. Вот сейчас вот у нас уже пишут, я извиняюсь, надо подтверждение, что якобы Зеленского не увольнял, и об этом его пресс-секретарь говорит. Надо проверить. Вы посмотрите. Да-да. Да, пресс-секретарь сказал о том, что в комментарии украинской правде, что не увольнял. Поверьте мне, друзья, это ничего не означает. Это не означает ни плюс, ни минус. Мы еще раз оговоримся, что мы обсуждаем слухи или информацию, которая непроверенная, циркулирует. Понимаете? Мы не говорим о том, что это произошло, потому что многие могут это воспринимать как попытка вброса, как у нас говорят, наброс на вентиляцию. Нет. Раз такая информация циркулирует, мы ее готовы обсуждать. Еще раз повторяю, для нас важна вот эта разница. Еще раз повторяю, вот общество обсуждает и влияет на кадровое решение. Ведь так? В Украине. Ну как же оно не влияет? Может, если бы он не нравился, его давно бы уволили. Ну я так огрубляю. А в России ни на что не влияет вообще, понимаете? Их не спрашивают. Тут я просто скажу, что нас ввели в буквальном смысле в определенные слова блудия, потому что выглядит оно следующим образом. Идет обсуждение увольнения заложного. Это факт. Идет обсуждение. Увольнения нет. То есть, да, мы говорим о том, что нет решения, но есть обсуждение. То есть, мы с вами там, не знаю, проснемся с утра или проснемся там через неделю, может быть, все, конечно, изменится, да? Но сейчас, вот поверьте, мы же тоже видели разные эти волны заявления про главнокомандующего, когда-то были вбросы, фейки, псевдоблогеры. Сейчас то, что мы наблюдаем, вот я смотрю Левый берег, я смотрю людей, которые… Юрий Бутусов, глава издания «Цензорнет». То есть, ну, все-таки мы говорим о том, что это действительно авторитетные журналисты, которые… И обладающей информацией, обладающей информацией глупо это отрицет. Мы тогда дождемся, да, в любом случае, уточнение больше информации по этому поводу, да, и с условно Герасимовым Шойгу плюс-минус ясно. Интересно, конечно, как они будут, особенно Шойгу, проявляться в контексте предвыборной кампании, которая продолжается в Российской Федерации. И в этом смысле я не могу вас спросить, Марк, о том, что Путин неожиданно, я думаю, что многие от него этого действительно ожидали, чтобы будет другая позиция, но он, в общем, отказался от предвыборных дебатов. Я напомню зрителям, особенно, кто, может быть, не в контексте, Путин никогда не принимал участия в дебатах. И представить себе такой праздник демократик, который был в Украине в 19-м году, у нас это был стадион, когда был Порошенко и Зеленский, при всех публично с неподготовленными, с тем, что невозможно подготовиться, потому что, ну, это действительно, знаете, капитан против капитана с вопросами. Почему каждый раз он избегает этих дебатов, почему он не может выйти, и, ну, вот он же принимает участие в президентской прямой линии, много часов, отвечая на вопросы, да? А какая проблема выйти против своих же, тех, кого ты разрешил, назначил и допустил до выбора? Вот здесь два аспекта. Первый, он является традиционным, он имманентнее на русской власти. Царь не отпускается до бояр, не опускается до бояр. Ну, а, то есть, публично он с боярами в диалоге или там в дискуссии, в дебаты не вступает. Ельцин, кстати, тоже не принимал участие в дебатах. На секундочку. При том, что, ну, нельзя сказать, что уж Ельцин совсем, так сказать, был не расположен в демократии, значит, узурпировал власть. Там были варианты, скажем так. Были варианты. Но и Ельцин тоже руководствовал вот этим важным имманентным, такой византийскому типу системы, какой никуда не делся. Знаете, мы наследуем Цезаря Папизму, так сказать, в известном смысле, где государь, он помазанник, а значит, какие еще дебаты с ним? С кем ты дебатировать собрался? Говно на палке. Да? Ты кто вообще? Прямо вот в таких выражениях. В буквальном смысле я был свидетелем, когда даже в 90-х это так обсуждал. То есть, человек, занимающий власть, он занимает ее не потому, что он выиграл в дебатах. Вот о чем речь. Он из помещен, прямо с самого верха. Он наследник, он там не знаю еще кто-то, но он ни в коем случае, ну там, преемник. Но он никогда не победивший в результате честной борьбы, схватки одного с другим. Это невозможно. Это я говорю об исторической коннотации. А теперь, что касается самого Путина. Путин не является публичным политиком. С точки зрения, как мы это понимаем, происходит на Западе, на выборах и так далее. Этот человек не способен ни с кем дебатировать. Вообще. Он может действовать только, и так было с самого 20-го года. Только в подготовленной аудитории, с подготовленными заранее вопросами, с подготовленными ответами, с комфортных условиях. Как, знаете, прямо в ватне. Вот это он может. Любой открытый человек, даже, даже вот с такими людьми, которые являются его пристами, а кого выдвинули, кто, даже с надеждой, вот если бы был, говорил, дорогой Владимир Владимирович, вы так хорошо дебатируете и так далее. Но даже и в этом случае может произойти что-то совершенно невероятное, что-то непредсказуемое, что покажет его, собственно говоря, какой он есть на самом деле. Понимаете? Что он никакой вообще, что он без заранее подготовки. Конечно, они могут отрепетировать, подготовиться, но тут, когда участвует, как это, мама моя покойная говорила, что знает двое, знает свинья. Но, как бы, когда двое, невозможно прогнозировать. Любой может произойти неожиданный поворот. Ну, а как бы дебаты, я не знаю, но они в записи их, скорее всего, будут давать. Вряд ли будет какой-то прямой эфир. Ну, я не знаю, посмотрим, да. Но позволить себе оказаться в такой ситуации ни Путин, ни его окружение просто не могут. Потому что, а мало ли что может произойти. Ну, если у него даже зрители, там, так сказать, в платочках там на всяких стоят ПСОшники, их жены, дети и так далее. Ты что говорите, если ты должен еще с кем-то дебатировать? Ну, это что, а Америка что какая-то? Байден с Трампом, что ли? Ну, вы смеетесь, что ли? Естественно, он на это никогда, я подчеркиваю, никогда не пойдет. Но не просто он не пойдет, а не пойдет вся русская власть. Кто бы ни был ее приемником. Поэтому надо всю систему сверху донизу сменить, чтобы это стало и практикой, и этикой, и политикой. Понимаете? А этого нет вообще. Нет понимания. Ну, другие бы сказали, слушай, ну, а если ты не принимаешь участие в дебатах? А что это за выборы? Зачем ты нам нужен вообще? А что мы от тебя услышим? Заготовки по бумажке? А зачем это нам нужно? Ты иди поспорь. Докажи нам, обществу, твоим работодателям, что мы тебя не зря наемного работника нанимаем. Докажи свои таланты. Ну, это же логично. Но русская-то власть, она же не такая. Вообще ни разу. Украина, конечно, остается. Стадион так стадион. Ну, как бы она, понятно. Нравится, не нравится, а без этого вообще ничего не будет. Почему? Просто потому, что выбирают в Украине. И ни один президент, кроме два же сидевшего кучма, ну, оставим это, как это происходило. Ни один не оставался ни разу. Как их всех переизбирали. Действующий. Вы можете представить, что Путин... Кучма не сидел. Нет, он два срока был. А, в этом смысле. Я думала, что вы, знаете, когда Януковича и Кучму сплели во ищу. Он сидел два срока. Он выиграл двое выборов в соответствии с Конституцией и остался переизбранным президентом. А кого еще переизбирали? Хоть один? Ни одного. Это о чем свидетельство? Потому что в Украине действительно сменяется власть. Она больше ни о чем не свидетельствует. Это смена власти. Был один, стал другой. Мало того, приходили к власти оппоненты. Понимаете? А кто был наследником? Кто вот был наследником? По отношению к Кравчуку Кучма был наследником? Большие сомнения, что он был у него премьером. Кучма продвигал там, ну тоже нехоти Януковича. Извините, стал Ющенко. Ющенко сменил Янукович. Ну вот ни разу, ни хак не его приемник. Не говоря уже о компании с участием Тимошенко. Ну с Януковичем известно, что получилось. Пришел к власти Петр Порошенко. Проиграл, подчеркиваю, проиграл молодому. Актеру на тот момент Владимиру Зеленову. Да где ж тут? Где ж тут вообще русский византизм? Где здесь несменяемость власти, преемничество? В чем оно выражается хотя бы? Где здесь что-то хоть общее? Путин, который не участвует в дебатах, это потому, что никаких выборов нет. И они не нужны. Эти дебаты покажут его слабым. А зачем ему это делать, если он у власти в любом случае, при любом раскладе? Даже если бы он получил 1%. 1% он остался бы царем. Понимаете? Поэтому нужно понимать эту разницу. И она в самом существе этой системы. В России нет выборов. Нет института выборов. А зачем его атрибуты тогда? Для чего? И дебаты, и там свободный обмен мнениями, информационный обмен, митинги, предвыборы. А где предвыборные митинги? Вы посмотрите, разъезжают кандидаты, еще выборов нет в Америке. Там собираются толпы, стадионы на Трампа, на других. Вы где-нибудь видели, что идет предвыборная кампания, чтобы где-то кто-то собрал своих сторонников, по городам ездил же. Где это все? Ничего это нет. Потому что в России нет никаких выборов. И вовлекаться в эту помойку, участвовать в том, чего нет, это себе дороже. Зачем? Ничего нет. И это, повторяю, не единственный показатель того, что выборы не сопровождаются дебатами, является показатель того, что выборов нет. Вот все очень просто. Мы с вами уже говорили о том, что Надеждин, который называет себя антивоенным, оппозиционным таким кандидатом, ну, по сути, скорее всего, это такой аватар, и мы ему не очень симпатизируем. Но он, значит, сказал о том, что если его не зарегистрируют как кандидатом, он будет призывать людей на площади. Вот это вот все. Это очень смешно, потому что хочется сказать, ну, если ты антивоенный кандидат, призывай их сейчас выходить против войны, и это будет и в поддержку тебя, и против войны, и еще раз плюс с твоим убеждением. Вот тут неясно, да, до конца, там, зарегистрировали ты его или нет. Это, наверное, чуть ли не последняя там интрига, которая остается. Регистрировали. Но сегодня зарегистрировали и Путина, неожиданность. Тем не менее, вы как считаете, вот все эти заявления, это тоже продуманные политехнологические хода? Так, когда умные люди тебе подсказывают, что нужно сказать, как сказать и так далее. Конечно. А вот эта интрига вброшенная, про то же, а вдруг еще он так вот, очереди встали, за него подписи давать, вдруг его еще не зарегистрировали. Это тоже вброшенная тема. Специально для того, чтобы поддерживать эту интригу. Вопрос, для чего нужна эта интрига? Я объясню. Это, безусловно, политтехнологическое решение, которое давайте-ка мы добавим ему перцу, этому кандидату, для того, чтобы люди сильнее покупали. И сейчас они, ура, его зарегистрировали. Сейчас начнется либерал, начнется скакать, задрав штаны, значит, кричать, очередная победа одержанная. Люди встали, люди сделали. Теперь, следующий этап, мы должны победить на выборах, мы получим 100%, или там, не знаю, 50%. Второй тур, в котором выйдет, и вот этот, один процент. А как же, вот один процент, мы же вот там в очереди стояли. Все бесполезно. Эти выборы лишний раз доказывают, что этот, с этими, как это, крыс ведет, или мышат ведет, да, ганс, да, дудочка, она работает, у нее встали, она ничего не меняется. Вообще не меняется. Все как было, все так и остается. Был Прохоров, была Собчак, вот теперь будет Надежда. Их заведут опять в это же болото. Причем они испытают шок в очередной раз, там, к вечеру 17 марта, да, и будут говорить, ну, как же, мы же, вот же, нас опять, ну, как так? Выйдет, значит, бородатый Надежда, он скажет, что, ну, что же, мы победили в честной, мы проиграли в честной борьбе. Да, народ поддерживает Путина. Да, мы должны это признать, но мы будем работать, мы на следующем уровне, обязательно победим через 6 лет. Отнесите мои слова в сейф, получайте за них проценты, в банк, в депозит. Так оно и будет. Мы это все знаем. И даже те, кто его поддержит, ну, те, кто понимает, прошаренные люди в политике его позиции, тоже знают это все, но продолжают за дудочкой Ганса идти. Ничего не будет. Ничего не будет. Власть контролирует весь процесс, все, что связано с этими, так называемыми, выборами, кандидатами, окружением и так далее, и торгует, переторговывает, расторговывает в очередной раз вот этой безнадегой и ощущением хватиться за соломинку, знаете, подышать в газовой камере, а воздуха все меньше и меньше. И вот обыватели, так сказать, интеллигенция, молодежь и так далее, рвется под это, под этот суррогат политического процесса, под подмену вот этих приоритетов через некое движение, процесс. Смотрите, нам разрешили в очередь стать, смотрите, нам подписи разрешили отнести. Я вам смотрю, там какие-то там доверенные лица, еще что-то, такие в шапках приходят, там, туда в цык Памфиловы, она говорит, о, вы там так себя ведете, все спектакль, от начала и до конца. Ну, давайте скажем, вы напомним еще, что надежда умирает последней, как ей крути, а, ну, здесь же еще очень символично, да, черный юмор у этих политтехнологов, давайте дадим россиянам надежду, а потом ее, собственно, и заберем. так это и специально и делается, вот они вот не понимают, это делается специально, чтобы еще сильнее в депресняк вогнать, что и в очередной мы раз вас разведем, и будете вы делать, что мы вам скажем, и будете гоняться за нашим кандидатом, и думать, что он и является выразителем ваших чаяний, там, надежд, настроений, политических взглядов, и так далее, и в очередной вас разведем, и в четвертый, и в десятый, так они будут ходить бесконечно, ну, будут ходить бесконечно, и их будут, как у нас говорят, неприлично, конечно, ругаться, все, ну, по-другому же не скажешь, ну, как вот по-другому, и говорят, вот вы матершинник, уголовник, послушайте, вы оглянитесь на вашу жизнь, посмотрите, как вы живете, ну, какие еще эпитеты, можно и дефиниции подобрать, более приличные, не используя абсценную лексику, ну, это же невероятно, я бы сказала так, что, наверное, если россияне, некоторые вкладывают свою надежду в Надеждина, то по вам видно, что вы очень часто комментируя российское общество и их выбор, в отчаянии, да, в отчаянии от того, что ничего не происходит, я вас тоже понимаю в этом смысле, мы два года наблюдаем за тем, как никто не восстает и не борется за свою жизнь, поэтому вот это отчаяние очень нам близко, давайте сделаем такой небольшой пит-стоп, мы воспользуемся 30-секундной паузой, для того, чтобы я вам напомнила, друзья, помимо того, что вы комментируете, все, что вы пишете, делите своими мыслями и оценками, это очень важно, вот поверьте, хорошие или плохие, мы ценим абсолютно все, потому что самое важное, это свобода и свобода слова в том числе, не забывайте нам оставлять лайк для продвижения этого эфира, этой информации, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Фегин Лайф, Курбанова Лайф, ну и, конечно, пользуясь случаем, мы также вам еще и еще раз напоминаем, через месяц состоится, даже уже чуть меньше, состоится важное событие, вот как оно выглядит, у нас будет действительно живая встреча, она называется «Вторая годовщина» не просто так, потому что это будет 24 февраля, все-таки день, когда мы говорим о том, что это ровно два года полномасштабной войны, мы очень надеялись, что этой второй годовщины не будет, что война закончится намного раньше, что Украина победит намного раньше, что факт остается фактом, наша борьба продолжается, и эта встреча, это в том числе еще одна часть той самой нашей информационной борьбы за то, чтобы у нас больше было единомышленников, за то, чтобы с ними вместе сферить часы, где-то кто уже повесил нос, и, я думаю, это плохом взбодрить, напомнить, что быстро ничего не бывает, а всему нужно прикладывать усилия, пообщаться, поздавать вопросы, получать ответы, ну и просто, наверное, зарядиться хорошей информацией, с хорошим настроением, вот за этим всем мы вас призываем 24 февраля оказаться в Берлине, но и судя по тому, что мне люди в Инстаграме выкладывали ваши выступления в Нью-Йорке, отмечали, я видела, вы встречались с украинскими военными, в общем, там все хорошо-хорошо. Да, да, я извиняюсь, что я перебиваю, да, я тоже присоединяюсь к тому, что уже 450 билетов распространены на мероприятие 24 февраля на вторую годовщину войны в Берлине, в зале Уране, поэтому те, кто еще не приобрел билеты, те, кто живут в самом Берлине, в пригородах Берлина, в других городах Германии, а может быть, и где-то за ее пределами, там поезда очень хорошо ходят, приезжайте обязательно, это будет запоминающее событие, действительно, у меня 27 января, прошло мероприятие два дня назад, в Нью-Йорке, в зале Ашана Феты, как казалось, бывший, кстати, кинотеатр, что там с начала века 20 существует, и 550, по-моему, был как-то, билетов распространено, люди пришли, были военные, были на извлечении находящиеся, ветераны, вот, мы хорошо поговорили, скоро будет видеозапись, мы ее сейчас, она просто очень получилась тяжелая, мы сейчас ее сожмем, и выложим на канале Фейгин Лайв, встречу, это трехчасовое было, мероприятие громадное, много было людей, и вот много было обмена такого, и вопросы, и ответы, и видео показывали, и, соответственно, подарки раздавали, в общем, такое получилось все, мне кажется, что оно будет другим, мероприятие наше соленое, да, они ни одно не повторяются, мы не будем следовать одной и той же программе, одному и тому же формату, это все-таки все построено на живом общении, импровизации, живом общении, обмене, то есть не так, что мы там заранее знаем вопрос, это не как у Путина с дебатом, и с его выступлениями, да, мы не знаем, что там будет, мы специально не готовились, потому что, ну, просто это неинтересно, и не нужно, к 24 февраля будут, наверное, новые события, будут новые, какие-то важные дела, и мы их будем обсуждать с Аленой вместе на сцене, будем с вами обсуждать, те, кто придут, поэтому, пожалуйста, купите все эти билеты, там их не так много осталось, наверное, не знаю, 300 билетиков осталось, вот, но чем больше у вас будет, тем будет все интереснее, более насыщенно, и так далее. Там так уж сложилось, что сейчас мы во многом разбросаны по миру, и вот есть у нас возможность в одной точке, в одном городе собраться, поэтому, друзья, обязательно присоединяйтесь, у кого есть желание и возможность. Двигаясь дальше по событиям, которые уже успели произойти, или, по крайней мере, о которых нам сообщили, это то, что совсем скоро, значит, мы с вами будем в феврале в Берлине, а военный преступник Путин собирается в Турцию. Я бы не обратила внимание, значит, на эту поездку, потому что мы понимаем, что Эрдоганова будет принимать, там не действует, насколько я помню, не подписывала Турция римский статут, соответственно, не будут его арестовывать согласно международному криминальному ордеру. Тем не менее, значит, говорит Ушаков, а я напомню, что это помощник президента, что самая главная тема, или одна из центральных тем, это будет украинское урегулирование. Урегулирование, значит, двое будет, два миротворца. Вот это будет центр этих переговоров. Я, честно говоря, не очень помню, был ли Эрдоган уполномочен от нашего имени вести какие-то переговоры. Он предоставлял нам площадку, он часто призывает к прекращению огня, он даже к выводу российских войск. Ну, и в целом, конечно же, он очень заинтересован, потому что он был и частью зерновой сделки и так далее. Тем не менее, помните, как мы в субботу касались темы, что несколько источников, близкие к Кремля, подают знак Западу, как будто бы, что Путин хочет о чем-то договариваться. Потом эту информацию опровергли, сказали нет-нет, потому что один из пунктов это был то, что окей, пускай Украина будет частью НАТО, в России, сказали нет, такого быть не может. Так быть может, поездка Путина, это тоже еще одно свидетельство о том, что в каком-то своем извращенном варианте он все-таки ищет выход? Нет, ну, во-первых, выход он точно ищет. Он ищет выхода выгодного для себя, он не ищет компромисса, он не ищет прекращения войны с убийством людей и так далее, солдат, военных, гражданских, с той и с другой стороны. Он этого не ищет, он ищет свои выгоды. Он использует эту тактику постоянного публичного как бы приглашения к переговорам, мы как бы типа открыты, это та сторона украинская не хочет. Равно как и парирование, что значит о переговорах на переговорах может пойти речь о каких-то условиях формулы мира Зеленского или предварительных условиях в виде вывода с оккупированных территорий войск, они все время это жестко, жестко опровергают, оспаривают, говорят, нет, 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 это точно нет, мы вот так делать не будем и так далее. То есть, они ведут свою игру, публичную игру с тем, чтобы постоянно создавать иллюзию, соблазн со стороны, перед всем западов, втянуться в эти переговоры. Ну вот же, они же предлагают, ну вот же, мы же можем добиться какого-то хотя бы пусть и относительного результата в ходе этих переговоров и так далее. Это очень хитрая игра, совершенно понятно, что она нужна и Кремлю прежде всего для того, чтобы не находиться самому Путину в изоляции. Смотрите, он говорит, мы же хотим договориться, вы что меня не принимаете? Какой-то ордер, какая-то гага. А так он уже в Турцию едет. Ну да, согласен, она римский статут не подписывала, Турция не участвует в этом договорном суде, международном суде в ГАГе. Он туда едет. До этого он был в Эмиратах, до этого он был в Саудовской Аравии и так далее. Ну, в Китае он был вот с ответным визитом в октябре прошедшего 2023 года. Это один момент, один ништяк, который он получает. Во-вторых, смотрите, он же это все делает еще и на фоне того, что происходит в ГАЗе. В ГАЗе тоже эти боевые действия то и дело сменяются каким-то перемирием, обменом заложек, чем-то еще. Он говорит, ну а чем мы хуже? У нас же тоже ситуация как-то. Все надо миром решать, все надо по-хорошему. Ну так ему же и предлагают миром решать, освободите любезную территорию, которую вы заняли. Но он же на это тоже отвечает. Он говорит, но все же понимают, что мы не освободим, но все же понимают, что и на Западе, и в других местах, что эти территории навсегда останутся за Россией. То есть и часть Запорожская, и часть Херсонской области, и Крым, и Донбасс, и так далее. Он пытается через вот в том числе эту тактику публичную внушить, что эти вопросы даже не должны обсуждаться. Смиритесь с тем, что они будут вот так решены. И еще раз повторяю, это все от слабости завтра. Если завтра сказал, слышь, забудьте переговоры, больше об этом не разговаривай. Главное, единственное, неотменяемое условие это возвращение сначала территории, а потом можем разговаривать хоть сто лет. Ты сначала верни все, а потом, пожалуйста, репарации, шмопарации, защита русскоязычного населения. Ну, почему бы не разговаривать об этом, когда территория возвращена? Ну, пожалуйста, это же альтернатива войне. Хорошо, никто не умирает, но территории надо вернуть. Вывести войска с территории, которые тебе не принадлежат. Прекратить убивать на них людей. Это еще и вопрос безопасности. Выполнить международное обязательство, поскольку этого требует международное право. Но он же не этого хочет. Он хочет суеты вокруг темы переговоров. Не самих переговоров даже, а суеты, которая бы создавала дополнительные ништяки. Мы-то, говорит, хотим переговоров. Вы с нами разговариваете? Ну, Киев не хочет. Ладно, но вы-то же можете. Американцы, европейцы, Макрон, что-то мне, говорит, не звонит. Глобальный юг, Китай, там, не знаю, Турция. Как я часто рассказывал анекдот, где бегают молодые псы за сучками, и старый такой пёс грезлый бегает. Они, говорит, ну, что ты за нами бегаешь? Ну, тебе все равно ничего здесь не обоймется. А он, говорит, а нравится мне эта суета. Понимаете? Поэтому Путин, он в этой суете извлекает постоянно какие-то ништяки. Постоянно. Чего бы он ни делал, он вот надо отдать ему должное, вот надо отдать должное. Он даже из-за потряхания этой темой переговоров, он все равно где-то как-то на каком-то моменте что-то выигрывает. Где-то санкции приостановят, да, ожидаемые. Где-то, значит, дипломатическую изоляцию преодолеет. Где-то, значит, стрелки переведет, как вот в случае с самолетом Л-76, ну, и так далее. То есть оно, с его точки зрения, время работает на него. И поэтому они эту тему будут эксплуатировать. И совершенно очевидно, в связи с его визитом в Анкару, ну, в Турцию, это все играет на его имидж человека, с которым можно договориться. И этот имидж постоянно надо поддерживать. Хотя на самом деле ни о чем вы с ним не договорились. Но имидж выше, чем существо самого вопроса. Так что я объясняю это этим. Тут интересно, потому что реакция получается следующая. Вот действительно, Россия всеми способами, мы об этом уже говорили, они пытаются остановить поддержку Украины, финансовую, военную. Значит, зачем помогать, зачем давать оружие, если будут переговоры. Вот, значит, и Путин посылает разные сигналы. Ну, и как будто бы так или иначе, на нас это, к сожалению, отображается. В Европе все по-другому. Мы с вами тоже в субботу говорили о том, что британцы ждут от Америки дополнительного ядерного вооружения. То есть они как бы, ну, давайте поговорим, да, если вы там хотите, или по крайней мере, мы там через свои какие-то источники послушаем ваши предложения, но при этом систему обороны и укрепления все-таки в Европе так или иначе запускают. Не верят и не доверяют, и это правильно. Но то, что касается Украины и нашего положения, есть тут тоже несколько заявлений, которые сегодня мы обсуждали, они на голову не налазят, и они скорее продиктованы уверенностью России и слабостью западного мира. Значит, есть у нас венгерский ультраправый политик, который заявил о том, что если Украина падет, то они будут претендовать на Закарпатье, и лидер ультраправой румынской партии заявил, что его страна хочет аннексировать некоторые территории Украины, и они даже готовы пожертвовать своим членством в НАТО. Я сразу говорю, что и в первом и втором случае в венгерском и в румынском это абсолютно маргинальные политики, которые не набрали никаких проходных, проходного количества голосов для того, чтобы быть представителями какой-то части общества. Это просто никто и ничто сегодня не обременен никакой должностью. Но я это называю себе, Марк, так, что в какой-то же момент кто-то первый зигурит, а потом второй, а потом третий, а потом стоит целая армия, и они повторяют. И это выглядит точно так же. Кто-то увидел слабость сейчас в Украине, но и считает, что можно вот ее расчленить и позабирать себе какие-то территории. Что за этим стоит и какая должна быть правильная реакция от европейских политиков, которые видят, слышат, но и понимают, что либо ты гниду в зародыши уничтожаешь, либо она действительно как чума будет разрастаться по всей Европе. И это же история с тем, что Украина начнется, а дальше, знаете, там как бы согласно истории там есть, что делить и в других частях Европейского Союза. Ну, бесспорно, Польша пережила три раздела, да и не только она. Австро-Венгрия, когда распадалась, вообще черти что творила, знаете, кому что досталось и так далее. Вообще, эти разговоры должны быть абсолютно табу. Я имею в Европе, потому что эти разговоры ведет сама Москва. Вот мы себе кусок отдадим, эти заберут, этот от Украины, эти то. За это вообще надо наказывать. Как по мне, совершенно симптоматично, что они звучат из Венгрии, ну, отчасти из Трансильвании, там из Румынии, кто-то что-то там говорит и так далее. Но это должно быть абсолютно табу. Какие еще разделы, какие еще откусывания территории? От кого? От жертвы? От того, кто подвергся нападению? От чего будет стоить тогда какая-нибудь Венгрия, которая в свое время пережила 56-й год? Если бы ей бы не сочувствовали... Да, ей не могли помочь, потому что это был тоталитарный монстр СССР, который, собственно говоря, оккупировал страны Восточного Блока и, в общем, там шансов на вырваться к свободе было маловато. Но если бы ей не сочувствовали, добилась бы Венгрия свою независимость в конце 80-х, когда рухнул, в общем, Советский Блок, в дальнейшем рухнул Советский Союз, коммунистическая идеология и так далее. То есть, если вы одобряете действия агрессоров, почему вы должны рассчитывать на помощь, случить что-нибудь с вами? А кто сказал, что мир так уж безопасен и что не может произойти каких-то новых потрясений, которые приведут к разделу самих этих стран? Тоже знаете ли? Такой хороший вопрос. Уж а в Венгрии ядерное оружие, что ли, есть? По-моему, Венгрия стоит в НАТО как раз для того, чтобы сохранить свой суверенитет, что он был незыблем. И чтобы, да, защищен ваш суверенитет, но я хочу еще одну важную вещь сказать. НАТО это еще и для того, чтобы и вы не имели права ни у кого ничего откусывать. Вот почему-то многие считают, что это только про их безопасность, но не безопасность других. А это не так. В НАТО никто не позволит присоединять к себе какие-то территории. в результате разделов каких-то. Так не будет. Потому что ты только дай такой сигнал, и страны начнут внутри этого самого НАТО, а Венгрия состоит в НАТО, в Умении состоит в НАТО, там и другие, между собой начать делить. Скажут, а это умозрительно. А как умозрительно? Между Турцией и Кипром. Да? Или Грецией. А что, там нечего делить? А северный Кипр? То есть, если можно, это Венгрия. Ну, пока понятно, какой-то аутсайдер-политик что-то там говорит, мало ли таких ультра есть в других странах. Но тем не менее. Если это становится общим местом, как вы говорите, один повторил Зиганул, второй, третий и дальше, и что будет? Так давайте выяснять тогда. Между Германией и Францией, которая добровольно после войны просто спокойно часть территории приграничная, небольшая там, да, от Франции возвращена была Германия. Все мирно. Демократия между собой не воюет. И поэтому вот эти устремления и заявления в отношении Украины они недопустимы и с точки зрения самого этого военно-политического блока НАТО, ну и Евросоюза и вообще этики западной. Поэтому, на мой взгляд, за этим ничего не стоит, кроме попыток вот таких крайних политиков, ультраполитиков добиться какой-то симпатии, там, какое-то влияние обрести и так далее. Ведь на этом паразитируют и иногда допускают, ну, не в таком виде, не в виде территориальной экспансии и претензий заявления и сами первые лица этих стран. Мы всякое видели, мы всякое слышали. Понимаете? И когда не дают по лапам вот этим лицам, вот Орбану, Фиццу, там, другим, то тогда и, собственно говоря, возникают вот эти в повестке вопросы о том, что можно поживиться от страны, которую агрессивно, значит, пытались захватить восточные соседи, можно, знаете, там, подойти и ручки погреть. Как, когда жглист Джордана Бруна, вот я люблю это, старушка говорит, слышь, что, хворост отвалился, дай-ка я тебе туда, туда. Гори, говорит, гори, сынок. Так и тут это выглядит. Ну, как бы считается, что вы же цивилизованные страны. За такое надо, где-то шкафом, а где-то и посадить можно, а что? Понимаете? Работа не тягость принудительная. Один мой эксперт сегодня сказал тоже в контексте этой темы, что это очень похоже на условный старт пакта Трампа-Путина. То есть мы же понимаем, что в России ждут прихода Дональда Трампа. Хотя они по-разному это маскируют, они говорят, что ну не факт, что Трамп, значит, будет нашим другом. Он в свое время и джевелина предоставлял Украине и выступал против строительства Северного потока, санкции не снимал и так далее. Но по сути Трамп что говорит сейчас? Что он не собирается за счет Соединенных Штатов Америки содержать Европейский Союз, НАТО. Он говорит о том, что ну как бы вы будете готовы к разному. Но и конечно он подчеркивает, что Путин, Путин он хорошо знает. Я уже не помню, называл ли он Путина своим другом. Он говорит, я Путина хорошо знаю, мы с ним договоримся. А вы верите, что в современном мире вот после того, что мы с вами увидели, после того, как были антисемитские акции в Европе, после того, что там происходило в Америке и продолжает происходить, что такое понятие, как пакт Трампа-Путина, что оно нереалистично. Или вполне возможно история может снова повториться. Говорят, что ну что там раз на столетие большая война происходит, но и пакт один мы уже видели в свое время. Ну, я скажу так, что я бы не сказал, что вообще невозможен такой пакт. Мы все-таки не должны исходить из того, что рисков таких нет вообще и что они заранее купируются работой системы. Кто бы не пришел к власти в качестве первого должностного лица, он систему и доктринальность не может измениться. Потому что ну это западу надо перестать быть западом, чтобы пойти вот на такие сделки. При том, что опыт этот уже был в 20 веке и мы помним, он ничего хорошего не дал. С Гитлером заключались и Минхенские пакты, там были, кстати, и другие. Такие же. Ой, он тут скушает, а дальше не пойдет. И выводы были сделаны. Очень существенные по этому поводу, что так делать нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах. И это было общим местом. И этим руководствовать. Кстати, противостоясь Советскому Союзу, Советский Союз черт и что предлагал, кстати сказать. Черт и что. Ну, представь мне, я даже не говорю, он там Турцию предлагал делить, отдайте нам проливы, отдайте Константинополь. И дальше там много чего происходило, понимаете. по Австрии там много чего происходило, она формально была нейтральной, но под бывшей зоной советской оккупации больше своей части, но тем не менее сохранила систему совершенно иную, отличную от стран Восточного Блока, от социализма и так далее. То есть ходить по этому пути в общем никто, наверное, не готов. И я не думаю, что пакт Трампа-Путина, если такая перспектива есть, то он невозможен вовсе, но и гарантии того, что он точно будет избегнут, я бы не давал. Потому что Трамп эксцентричный человек, тем больше он ничего нового не заявляет, когда говорит, что вы там сами себя натофинансируете, а то что-то мы тут платим за вас. Как девелопер-бизнесмен, он говорит, может быть, какие-то разумные вещи, я не спорю, но международная безопасность, глобальная безопасность, она не эквивалентна деньгам. За нее приходится платить больше, брать на себя ответственность большую, какую брала на себя Соединенных Штатов. А давайте представим такую вот вещь. Америка сняла с себя роль главной державы, которая отвечает за инопланетные войны и заканчивая за терроризм, в котором надо бороться и так далее. Вот ты взяла еще, делай что хочешь, хаос, чтобы царить. Вот хаос. Мы будем жить через какое-то там непродолжительное время в мире концлагеря, решетки и значит войны всех против всех. при которой человеческая жизнь ее ценность будет мягко говоря невысокой. И этот островок стабильности, как ими являются Соединенные Штаты и Европа, он очень быстро сократится. Он так как шагриневая кожа. Понимаете, и там жить станет небезопасно. Вот что значит роль жандарма, которую так сильно ругают. Ну, без околотушного, знаете, на улице происходят погромы. То есть, в данном случае нужно помнить о том, что власть и сила необходимы для того, чтобы предотвратить насилие. Это нормально. Потому что человеческая природа, она мягко говоря, если уж мы в метафизическую область погрузимся, она несовершенна. Выразимся так. И нации, и отдельные люди, народы, желающие воевать и жить за счет других, это совсем не нонсенс. И поэтому Трамп, когда он приходит к власти, какая бы там Америка first не была, как бы он ни стремился к излицателям, а вы там делаете, что хотите, хочет он, не хочет, но этой доктринальности, при которой, ну, да, это издержки, да, все, но нужно это делать, придется придерживаться. Я имею в виду брать на себя ответственность не только за сами Соединенные Штаты, но и за то, что за их пределами находится. Не потому, что это нравится или не нравится, а потому, что других нет. Эту роль не сможет испон там, не знаю, Лихтенштейн, понимаете, это невозможно. Главная экономика, главная держава на планете несет на себе этот груз, этой исторической ответственности. Придет ли время, когда этот груз будет снят, естественным или неестественным путем? Наверняка придет. Мы это вполне допускаем. Но на сегодня другого ничего нет. И поэтому те четыре года, которые, если вдруг Трамп вернется в ноябре, победит на выборах, они будут, да, со всеми претензий, со всеми оговорками, со всеми криками и визгами, но все-таки сопровождаться такой силой противодействия вот этим эксцентрическим планам самого Трампа, что, по-моему, до каких-то договоренностей сдачи Путина в Украину, в Восточную Европу и так далее, мне кажется, все-таки не дойдет. Ну что там, совсем немножко остается, и я сознательно говорю совсем немножко до этих выборов, потому что, ну, лично для меня и два года полномасштабной войны, это пролетело как одно мгновение, несмотря на то, что это был период с отличными стратегиями. Время сейчас схлопнулось и просто несется без остановки, поэтому я уверена, что мы очень быстро, не знаю, к счастью или к сожалению, но окажемся в точке ноября и будем следить за тем, какой же выбор сделают американцы. Выбирают себе, но влиять будет на всех и даже на нас, на украинцев и здесь в Украине и что уж говорить там про Европу. Друзья, на этом будем в финале идти, как всегда напомним вам, что без вас невозможно себе представить распространение всей нашей информации. Не забывайте по окончанию этого эфира обязательно оставлять нам лайк, который совершенно не говорит о том, что вы плюсуете тем темам, которые мы поднимаем. Они разные, мерзкие и часто даже нам неприятны, но должны об этом говорить, но так работает алгоритм Ютуба и так мы можем тиражировать все сказанное. Ну и, конечно, подписывайтесь на YouTube канал Feigin Live, Курбанова Live и не забывайте, кто еще сомневается про наше берлинское событие и мероприятие 24 февраля. Ну а мы в этом формате с вами увидимся в следующий раз уже в четверг. Очень надеемся, что вы к нам присоединитесь. Марк, спасибо большое за разговор, за это время, тем более это время у вас сейчас совершенно другое, но в четверг, мне кажется, вы вернетесь уже к нам, правда? Надеюсь, я повторюсь. Надеюсь, да, еще тут какие-то дела остаются, но я, безусловно, вернусь и мы в обычном режиме будем вести наши эфиры и, конечно, я выложу видеозапись, сейчас ее, как уже сказал, сожмут, и мы ее выложим на канале Feigin Live этого вечера. Мне кажется, там может быть не безинтересно. Во всяком случае, те, кто посмотрит, им захочется, наверное, в Берлине живут, присоединиться и купить билеты и поучаствовать в нашей с Аленой, Аленой перформансе. Так что, пожалуйста, ждем вас. Да, друзья, до встречи и всего доброго. Увидимся в четверг. Всем всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok